Всем привет! Привет, мои дорогие! Смотрите, какая красота сегодня у нас! Так тепло! Посмотрите, какая прелесть! Вы знаете, я не могла вам не показать. Супер! Вот такое красивое у меня начало влога. Посмотрите. Очень красиво, да? Я сегодня все утро из окошечка любуюсь, смотрю на все это. Аж дух захватывает. И птички поют. Вроде бы мелочь никто не замечает, но природа, мне кажется, это самый лучший автор произведений. Вот таких красивых. Ой, и так дышится легко. Ну все, мои дорогие, поздоровалась, продолжайте смотреть мой влог. Чистота и легкость в теле. Вы знаете, я как-то заказывала Фаберлик буквально вот недавно. И вот мне пригодилось. Срок годности до 22-го года. По-моему, Фаберлик уже делал ребрейдинг, да, или как у них там это называется. По-моему, у них немного изменились эти упаковочки. Надо будет посмотреть. Очень приятный травяной сбор. Вот так вот он выглядит. Смотрите, я прям один пакетик завариваю и пью. Вообще, такой приятный вкус. Ни горький, ни кислый, никакой. Вот прям как чаечек такой приятненький. Вот. И, вы знаете, я сначала подумала, что у него прям явный такой мочегонный эффект. Но потом это все у меня прошло. Это, мои дорогие, знаете, ни какая-нибудь, ни сено, ничего. Потому что от него постоянно не бегаешь в туалет. В общем, все проходит как-то, знаете, все гладенько, так, без всяких, как говорится, стрессов. Вообще классная штука. Надо будет еще заказать. Вот сегодня. Сегодня, кстати, какое число у меня? Так, первое. Первое февраля, да. Надо будет еще заказать, потому что я буду делать заказик в Фаберлик. И сейчас вот заварила, пусть остывает, настаивается. Потому что здесь написано, чтобы вот этот чай, ну, травяной сбор, настаивался несколько минут. И сейчас ем один кусочек рыбки. Это форель малосольная. Очень я люблю. Даже в качестве перекуса. Вот в одном кусочке примерно 100 грамм рыбы. Вот. Она малосольная, не сильно соленая. Поэтому сейчас собираюсь вот перекусить. Ну, такой а-ля перекус, да. И сейчас вам покажу свой очень классный заказ из василька. Обязательно, мои дорогие, посмотрите. Потому что я там покажу очень много крутых новинок, которые стоят просто копейки. Заказик до меня доехал очень быстро. Я заказываю на почту России. Самое первое, что я хочу вам показать, мои дорогие, это вот такой очень крутой плед. Это, посмотрите. Это новиночка, кстати. Таких пледиков не было в васильке. Вот. Он с одной стороны вот такой вот плюшевый просто, а с другой стороны такие вот узорчики. И кажется, как будто это полосочки такие, как обычно, мягкие-мягкие, плюшевые. И смотрите, значит, покрывало плюш-велюр называется. Орзе. Я взяла размер 200 на 240 и стоил 1209 рублей вот этот пледик. Я вообще до сих пор в поиске, какой же плед лучше всего будет смотреться у меня вот в этой спальне. Почему-то подумала, когда я его заказывала, что он будет такой кипельно-белый, да, с холодным подтоном. Но нет, девочки. Вот. Он оказался с таким сливочным подтоном, но все равно он такой красивый, такой мягкий. Вообще балдежный. Так, следующее, что я заказала, посмотрите, какую красоту я выбрала. Это просто пододеяльник. Я хотела проверить качество материала, ну, мягкий, не мягкий, поэтому просто пока пододеяльник для себя заказала в размере евро 200 на 215. Это, мои дорогие, перкаль. Я уже заказывала перкаль, но вот именно про этот пододеяльник с бабочками, такой красивый-красивый, я слышала очень хороший отзыв. Я слышала, что после стирки вот этот пододеяльник становится прям вот как пушинка. Поэтому я его заказала. Если мне понравится, то я закажу и на волочке, и просто на резинке, а пока что вот только пододеяльник. И смотрите, он сколько стоил. Расцветка называется Бергамо. Так, 963 рубля. Вот этот пододеяльник. И мне, наверное, уже хочется лета, хочется весны. Поэтому я вот такую расцветку выбрала. Сейчас, конечно же, достану этот пододеяльник, вам покажу, а потом он пойдет у меня в стирочку. Какая красота, скажите! Действительно, мои дорогие, вот этот перкаль, он мягче, потому что я буквально недавно, вот специально достала, да, вот этот пододеяльник заказывала большой, на большое одеяло. И я вот сейчас сравниваю, даже вот не в стираном состоянии, вот этот пододеяльник из перкаля, он намного мягче, чем вот этот почему-то. Я не знаю почему, может быть, как-то производители, да, разные, но вот этот пододеяльник, он такой мягкий-мягкий. Я представляю, что с ним будет, когда я его постираю. Он прямо такой полупрозрачный. Наверное, дело в том, что здесь тоньше материал, а здесь он прямо такой плотный, поэтому вот этот жестче материал и, конечно же, попрактичнее будет, да. А здесь прямо материал такой тоненький-тоненький. Следующее, что я заказала из любимого селька, это, конечно же, для себя пижамки, чтобы дома ходить, да, во двор выходить летом. Первая пижама – это мужская, представляете, потому что она мне так понравилась. В предыдущий раз я вам показывала. Называется костюм Босс Трикотаж. Я взяла для себя в 48-м размере и стоил этот костюмчик 812 рублей. Но в прошлый раз я заказывала в 50-м размере, и я, когда увидела это качество, я была, конечно, просто в шоке. Я говорю сейчас вот об этом костюме. И второй костюмчик, пижамку, я взяла тоже для себя уже в 50-м размере. Сейчас объясню, почему. Пижама Пингви 1, шорт и трикотаж, стоят всего лишь 406 рублей в 50-м размере. Смотрите, мои дорогие, я вот этот костюмчик, ну, это как мужская пижама, да, домашняя, я брала в прошлый раз. И когда я увидела вот эти штаны, я в них влюбилась. Заказала для себя в этот раз в 48-м размере штаны прям вот как раз-как раз по мне и длина, и ширина. Мне очень понравилась вот эта вот резинка. Она полностью прошита, то есть она внутри не гуляет, не переворачивается. Вообще супер! Здесь имеются карманы, довольно-таки глубокие карманы с двух сторон. И просто невероятный материал, он такой нежный. Я бы прям в нем спала, понимаете? Но я в таких вот пижамах не сплю, я сплю типа вот в таких вот, в коротеньких. Но я в них буду ходить, именно вот в этих штанах дома, буду во двор выходить, потому что они классные. Вот честно, вот эти штанишки просто бомба. И вот такая футболка тоже очень приятная. Здесь вот с надписью, да, оттенок очень приятный. Вот какая разница, мужская вещь, женская. Мне кажется, это все как бы унисекс. Ну, единственное, здесь написано босс. Но я думаю, что дома ходить ничего страшного. Хорошо прошито, видите, в 48-м размере. Посмотрите на горловину. Все очень даже прилично. И очень приятный материал, похожий вот на этот. И вот эти штанишки, мои дорогие, они к низу сужаются. То есть они выглядят очень аккуратно. Не балахонистые вот так вот, да. Они выглядят очень-очень аккуратно. И даже очень красиво. Я, наверное, как-нибудь, может быть, отсниму кусочек видео, и вам обязательно покажу, как я выгляжу вот в этой пижамке. И вторая пижамочка, 406 рублей, да, она стоит вот с такими шортиками. Можно, в принципе, смотрите, вот эту маечку комбинировать вот с этими штанишками. Потому что я больше люблю в майках дома ходить, чем вот в таких футболках, если честно вам признаться, да. Здесь тоже трикотажик тоненький, вот такой вот. Ну, это уже более такая женственная вещь в 50-м размере. И вот такие милые шортики. Кстати, шортики мне прям хорошо сели. Они такие удобные, коротенькие, классные. Тоже, кстати, резиночка здесь внутри не гуляет. Все хорошо прошито. Супер-супер, мне понравилось. Следующий, мои дорогие, обратите, пожалуйста, внимание, это новиночки. Набор из скатерти и шести салфеток. Я выбрала оттенок бабочки в цвету и размер 150 на 180. Там есть разные размеры и, соответственно, цена разная. Мой размерчик стоил 583 рубля. Посмотрите, вот так вот все это упаковано. Здесь скатерть и салфетки. Я это взяла в подарок, но специально для вас, мои дорогие, сейчас я это все разверну и вам все поподробнее покажу. Это все из рогожки. Вот такая красивенная скатерть из рогожки. Я уже такие брала, родственникам дарила. И посмотрите, специальные салфеточки, их 6 штук. Размер салфеток, если мне не изменяет память, 30 на 30. Вот такие они классные. Все вот так вот аккуратно прошитые. Скажите, красиво, да, вот так вот гостей позвать и раздать такие салфеточки за столом, которые вот накрыты вот такой скатертью. Мне очень понравилось. Там есть много всяких разных расцветочек, но я выбрала вот такую нейтральную. Следующее, что я заказала, это фартук из рогожки, называется горошек. Вообще впервые я заказываю фартуки из василька. И стоил этот фартук, представляете, всего 70 рублей. Вот так вот упакован фарточек. Сейчас я разверну, покажу вам. Вот таким образом выглядит фарточек. Такой простенький. Ну и цена, соответственно. Да, здесь даже кармашки есть, посмотрите. Прикольно. Следующее, мои дорогие, что я заказала, это просто хит любимого василька. Это простыни трикотажные, именно трикотажные на резинке. Я в этот раз взяла в подарочек. И оттенок называется, вернее, расцветка называется динозавры в колпаках. Это трикотажная простынь, размер 90 на 200 и на 20. Две простыни я выбрала. Одна простынь такая стоит 461 рубль. Если кто меня смотрит, да, вы знаете, что я обожаю эти простыни трикотажные. Вот одна простынь, она вот таким образом упакована. И вот так вот она выглядит. Она такая, знаете, я думала будет она светло-серая, она такая, немного даже с зеленцой, что ли. Вот так все сшито. Резинка по всему периметру, видите, по всему периметру резинка. Очень нежная. И вот этот трикотаж, видите, размер как будто бы маленький, но он тянется, потому что этот трикотаж, резинка выполнена просто безупречно. Если вы хотите, мои дорогие, заказать простынь на резинке, то берите именно трикотажные, потому что, по-моему, в других тканях резинка только вот по бокам. А здесь по всему периметру вообще шикарные простыни, я вам скажу, отличного качества, не скатываются. Я заказывала и в других магазинах такие вот трикотажные простыни, но это вообще не то. Вот из василька это да, а из других магазинов вообще какие-то полупрозрачные, несуразные простыни. Вот из василька это да, это просто хит, мои дорогие. Хит василька это трикотажные простыни на резинке. Ну и последнее, мои дорогие, конечно же, ни один, практически ни один заказ у меня не обходится без полотенец. Из Туркменистана я заказала два полотенца большие, 70 на 140 по 317 рублей, и два полотенца маленькие, 50 на 90 по 146 рублей, и у них оттенок у всех одинаковый, называется небесный. Очень классные полотенца. Я знаю, что некоторые хвалят из василька узбекские полотенца, но мне очень нравится Туркменистан. Именно Туркменистан. После стирки они становятся такие пушистые, такие воздушные. Вот таким образом они упаковывают их, очень простенько, все лаконично. Ну и, конечно, цена тоже очень низкая. Я еще нигде не видела такие бюджетные полотенца, вот такого качества. Вот посмотрите, вот таким образом они выглядят, очень мягенькие такие. Это именно Туркменистан. У узбекских полотенец вот этот ворс меньше, но мне нравятся именно вот эти полотенца. А вот большое полотенце, это оттенок небесный называется. Смотрите, какие красивые сырнички я приготовила, но я на них очень злая. Прям злюсь, не могу. В общем, у меня было творога. Ну, грамм, наверное, сколько? 500-600 он был такой рассыпчатый. Не знаю, сколько жирности в нем было. Это, в общем, деревенский был творог. Я туда, значит, одно яйцо добавила, 2 столовые ложки сметаны, немного сахара, одно яйцо. Вот, через блендер все это, значит, пропустила. И решила пожарить сырнички, обычно на подсолнечном масле. Так вот, 4 сырника кое-как слепила. Тесто получилось довольно-таки жидким, поэтому я кое-как слепила сырники, значит, бросила на сковороду. И они все развалились. В общем, я их кое-как перевернула, поджарила с обоих сторон. И я была такая голодная. Ой, я не знаю, что со мной происходит, но я вот вроде бы и часто ем, да, такие вот продукты нежирные, там, с утра овсяночку. У меня такой зверский аппетит проснулся. В общем, я достала вот эти развалившиеся сырники и, короче, их съела. Четыре сырника за раз. Сырники были примерно, ну, вот такие, как бы немаленькие. В общем, я их слопала с таким аппетитом. Они такие вкусные оказались, не сильно сладкие, прям вот вообще классные, но развалившиеся. И я, короче, до сих пор себя за это корю. Время было 5 часов, 5 часов вечера или дня. Я уже потом, когда уже напоролась, как хрюшка, да, злилась на себя, до сих пор злюсь, решила оставшееся тесто запечь в духовке, то есть сделать сырнички и запечь в духовке. Вот в этот творог добавила манную крупу немного, немного подождала, чтобы манная крупа набухла и вот слепила вот такие сырнички. Но здесь уже панировка из муки, видите, это мука белая, но внутри сырников нету муки, и они вот такие классненькие получились. Теперь хожу на них, облизываюсь, но кушать я не хочу. Я уже, ну, сытая, потому что 4 сырника слопают, нифига себе, да. В общем, мои дорогие, я сорвалась, и я не знаю, что. Злюсь, конечно, на себя, но меня утешает то, что это было не 12 часов ночи, да, и это были не какие-нибудь вкусняшки, не какой-нибудь торт, а просто-напросто сырники, жареные на масле. Но это тоже 4 вот таких огромных сырника, я не знаю, сколько там килокалорий, но очень много, и поэтому я сегодня решила, что вечером, когда придет муж, может быть, один сырник съем, может быть, просто салатик съем. В общем, мои дорогие, я сорвалась. Я просто ела эти сырники, не помня себя, понимаете. Вот когда услышала вот этот аромат жареных сырников, я уже несколько, больше недели не ела мучного. И я вот запах почувствовала, как будто бы, я не знаю, вот эти костыбышки, да, вот я же люблю такое. Если вы хотите, я вам сниму рецептик таких сырников именно в духовке. Мне кажется, они такие вкусные, ароматные, они так пахнут. Так, и на перекус сегодня я попила кофе с молоком, вот с такими финиками. Яблочко съела. Ну, знаете, вот все-таки не хватает мне, наверное, вот этой вот пищи жирной. Я же привыкла так питаться. Но я пока что держусь, мои дорогие, держусь, держусь. Мне нужно скинуть хотя бы килограмм 7-8. Итак, мои дорогие, продуктовые покупки. Сейчас муж приехал, значит, и я смотрю, он завезал, наверное, в рыбный магазин, купил форель. Я так думаю, что это форель, свежемороженую купил. Здесь, наверное, килограмма 2, потому что такая большенькая рыбка. И вот она, вкусняшка. Это копченая форель, такая небольшая. Сейчас покажу, что же он купил в пятерочке. Я его просила, я кое-что хочу приготовить на свой кулинарный канал. Сейчас я покажу вам. Ой, что-то тяжелое в пакете. Вроде бы немного, но тяжелое. Так, грибочки. Я его просила купить к салатикам, шампиньоны. Просила купить вот такой сыр для греческого салата. Он взял большую упаковку, ничего себе. Так, наверное, половину придется заморозить, я так думаю, потому что я так много не съем. Сразу творог. Как обычно, да. Огурцы просила его купить. У меня огурчики закончились. Морковку. Вот он хорошую морковку взял. Немытую. Так, и соль. У нас кончилась соль. Я всегда беру вот такую вот, элецкую нашу соль. Просила его вот такой сыр купить. Обычный, твердый, тоже для салата. И так, он взял сливочное масло. Не знаю, я его не просила. Так. А, наверное, морскидка была. Вот это сливочное масло очень вкусное. Оно мягкое такое, но вкусное. Так. Взял он водичку. Вот такую вот попить. Вот такое молоко он купил. Молодец. Вот такие продуктовые покупочки. Ну все, мои дорогие. Спасибо большое, что вы посмотрели мой влог. Обязательно пишите мне комментарии. Всем пока-пока.